Так, прием. Дайте знать, что вы меня слышите. Говорят, что вроде слышно. Ага. Друзья, отпишитесь кто-нибудь еще, пожалуйста, и мы начнем. Отлично. Давайте в таком случае начинать. Кто еще не с нами, видимо, к нам подключится скоро. Всем доброе утро. Меня зовут Забриэла Ингер. У нас сегодня годный вебинар, который будет в ближайший месяц. Нам предстоит годная, длительная совместная работа. Сегодня мы поговорим о физических и технических аспектах звуковой диагностики. Это, наверное, одна из таких, ну, наиболее сучных, может быть, тем, что там много физики, много каких-то моментов, как настраивать оборудование, как правильно организовать рабочие места звукового диагноста. Но без этого, без этого, по сути, невозможно. И мы будем плотно говорить о фактах, которые мы видим, то, что собой представляет, в принципе, каким образом. Так получается, что мы делаем исследование и видим картинку на экране. Это поможет в дальнейшем правильно понимать и интерпретировать нами увиденное. Поговорим о партифактах, поговорим о их плюсах и минусах, как они пытаются нас запутать и, наоборот, могут нам помочь понять, что же мы видим и к чему относится патология. Поговорим о построении протокола исследования, о принципах составления протокола, о принципах составления заключения, ну и закончу списком необходимой литературы, поговорим о книжках, которыми необходимо пользоваться в современной разруковой диагностике. Давайте начинать. Давайте начнем, быстренько поговорим про организацию рабочего места. Может показаться, что и так все понятно, и в целом ничего нового, но на самом деле правильно организованный кабинет, правильно организованное рабочее место в злоскологии в носах, это залог по-настоящему быстрой и эффективной работы. Понятно, что кабинеты бывают разные, ультразвуковой аппарат может стоять там изолированно в отдельном кабинете, это будет чисто организованное место для проведения ультразвукового исследования. Также это может быть аппарат переносной, например, который стоит на приеме и доктор в ходе осмотра может проводить ультразвуковое исследование. На самом деле не столь принципиально какой это кабинет, сколько принципиально, чтобы все необходимое было у вас под рукой. Для того, чтобы не приходилось бегать в соседние помещения, пирать там, рыться в ящиках, он хоть взросковое исследование не занимает такого уже большого времени, но поверьте, если все организовать таким образом, что все будет под рукой, это займет еще меньше времени. Правильно построенное заключение займет еще меньше времени, в итоге все будет очень быстро, вы будете чувствовать правильное ощущение выполненного долга, владелец же будет спокоен, что исследование прошло быстро, животное испытывает минимальный стресс. Начнем с аппаратов. Есть несколько принципов, к которым мы будем возвращаться в течение всего курса, вне зависимости от того, какую систему органов будем разбирать. Аппараты бывают нескольких типов, об этом тоже поговорим несколько позже. Не бывают переносными, не бывают стационарными, что важно. Аппарат должен быть расположен таким образом, чтобы стол стоял по правой руке. Важно, что есть такого типа аппарата, это стационарное оборудование, которое передвигается, здесь расположены колесики, можно его передвигать в кабинет, можно его убить в стационар. Но так или иначе, в ультразвуковой диагностике очень важно, чтобы все было постоянно, чтобы пациент лежал таким образом, чтобы голова была к аппарату, а ноги были к вам. Вот так он должен располагаться. Соответственно, по левому руку будет стоять оборудование, по правому руку будет стоять стол. Вне зависимости передвиглое это оборудование или стационарное. Стол для ультразвукового исследования. Столы тоже бывают разные, великое их множество. Важно тоже понимать, какие исследования будут проводиться в кабинете, если это аппарат, например, которым будете пользоваться и вы, и кардиолог в одном и том же кабинете. Важно, и такие вырезки, я думаю, что многие из вас, кто делает ультразвуковое исследование, я с этим уже сталкивался. Это специальные вырезки, преимущественно для проведения эхокардиографии, но и для проведения рутинных оптиминальных исследований. Для теракальных исследований эти вырезки тоже могут быть полезны. По законам гравитации жидкость спускается вниз. И, например, если пациент имеет небольшое количество свободной вырезки в брусной полости, вы можете расположить его над вырезкой и провести диагностический образ СНД. Или, в принципе, было состояние, когда через вырезку что-то будет быть видно лучше. Вам надо, например, чтобы газ поднялся наверх, а вы расположили датчик не будет. Поэтому вырезки могут быть весьма удобнее. У меня в кабинете, где наши клиники, у нас аппараты, которые, вернее, столы, которые опускаются. Это, если такая возможность есть, то это весьма удобная тоже технология, потому что пациенты бывают разные. Это может быть морская зимка, или это может быть огромная скотилограммовая собака. Поэтому возможность быстро вытрудить ее на стол тоже может быть значительно сэкономить вам время. Важно, что, в принципе, чем быстрее мы удобно поможем пациенту, тем быстрее мы приступим к исследованию. Ну, конечно, приходится проводить некоторые необходимые подготовительные этапы. До этого и пропустить их невозможно. Но если мы тоже сократим время их проведения и просто автомизируем свою работу, все это пройдет гораздо более гладко. Разница между тем, лежит пациент на полом столе, может быть, на железном столе, или он лежит на удобной подушке, на которой вам позволить на его сменять его положение, его тело. В течение исследования можно несколько раз перекладывать пациента на спину, на левый бок, на правый бок. Он может петь, встать. Разные бывают исследования. Если ему удобно, чувствовать он будет себя гораздо спокойнее. И гарантированно, что ваша работа, ваши первые выпьеди, ваши нервы будут сохранены. Воделец, естественно, доволен, когда пациенту, когда его питомец нормально лежит. Поэтому подушка для этого звукового исследования – это важно. Собака, которая лежит на голом столе, а для него лежит какая-нибудь звуковая грудная, или какой-нибудь выпив, у которого узкая грудная клетка, острый позвоночник, уложить его в гостальное положение будет затруднительно на голом столе. Подушки же позволят ему удобно располагаться позвоночнику, а вы сможете срубить его как-то удобно вам. Подушки тоже бывают разные. Бывают хорошо довольно пользовательские действия в ряде, в том числе, в ветеринарных организациях, которые работают, делают оборудование для животных. Для ветеринарных клиник есть противопролежные подушки разного размера. Они довольно, ну, такие довольно пухлые, и удобно, когда вы укладываете пациента, он, ну, как бы, не топает в этой линьке. Такое почти физиологичное, статичное положение получается. Удобно сниверсию. Важно понимать, что если, ну, это зависит там тоже бюджетов, которые на это выделены, если одна подушка или столько, важно, чтобы она была какого-то, ну, универсального размера, вам было удобно осмотреть и, там, противокрупную собаку, и пушку. У нас подушки, которые мы шили самостоятельно, много всякого, там, оборудования, ну, специального, которые мы сами себе, сами себе, в помощи, там, людей, которые шипием занимаются, организовали. Это, там, всякие, делаю громче, звучат, секунду, могу-то и делаю. Так, я просто прощение, всем нормально слышно? Я, ну, вот, не вижу, где я могу исправить звук. И себе буду говорить громче. Там просто, когда делаем съемку, мы снять конец. Ага. Тогда продолжаем. Ну вот, важные принципы, катающиеся подушек, чтобы она была нормального размера, чтобы вам было универсально смотреть пациентов разного размера, маленьких и больших. Поверхность ее должна быть такой, чтобы ее удобно было мыть и стерилизовать, да. Они довольно быстро могут изнашиваться, если поверхность какая-то, ну, не слишком устойчивая, потому что мы наносим растворы, вы вытираете подушку после каждого пациента, и следовательно может быть много, но важно, чтобы она прожила не сильное время. Мы вот сжили такие подушки со специальной выемкой, внутри, ну, какой-то такой довольно плотный материал, они не особенно прогибаются, хорошая моющаяся поверхность, быстро чистится. Ну, я, наверное, мне, наверное, чуть больше нравятся подушки, которые более мобильные, высокоплотного, пролежного смократа, на них, естественно, можно по-разному уложить пациента. Машинки для бритья именуемо, да. Первое, что мы делаем, мы заводим пациента в кремец, инструктируем владельца о том, как он будет расположен на столе, поднимаем животное на стол, укладываем его на подушке, ну, и дальше приступаем к бритью. Для того, чтобы как-нибудь появилось на экране, для того, чтобы датчик имел контакт с телом, и некую среду, через которую мы сможем передавать инфразвук, да, это мы наносим гель, но перед этим животное не человек, не каждый пациент, который у нас в приеме, это с пациентами, там, китайская шоколадная собачка, поэтому бритье – это первое такое грязное дело, с которым приходится сталкиваться. Машинки бывают разные, я думаю, что существует нас, да, пользовались подобными машинками, то в чем, в принципе, стоит преследовать? Чем меньше мы будем шуметь, чем меньше мы будем зажать, чем меньше пациент будет испытывать там вибрации или страх от звука, особенно в лошадке, да, если нам сразу знакомо, как они могут быстро выходить в себя, или собаки с таким... нравом, да, холеричным складом и такие, какие-то там, немецких собчарок, да, чем больше мы будем шуметь, чем больше, чем дольше мы будем их укладывать, тем дольше будет это исследование длиться, тем сложнее это будет. Поэтому вот такие подобные вот эти машинки, они беспроводные, мало шумят, довольно быстро бреют, в этом и плюсы, ну, дается быстро подбить пациента, без особымного шума и без особымного стресса для него. Единственное, ну, такой совет, и они, кстати, не очень дорого стоят, они быстро, они довольно быстро садятся за коммулятор, если их постоянно держать на зарядке, поэтому с работой с проводными машинами следить, чтобы они заряжались и потом, ну, и потом, ну, уже там, до того момента пока не разрядятся, иначе потом приходится постоянно подключать их к цепи, они уже не работают, не работают в беспроводном режиме. Итак, завели, положили, проинструктировали, обрили, нам нужна, нам нужна среда, которая позволит проходить у пациента. Удалили шерф, выкинули, ультразвуковой гель и ультразвуковой исследование, да, и такое количество разных там, разных фирм, классические гель и ультразвуковые исследования, думаю, что это, в смысле, большинство из вас не состоит именно такой, что, чем можно пользоваться и все. Я думаю, что тоже большинство из вас известных, что можно использовать и это помогает и обезжирить с него пациента, ему часто используем сначала спир, а потом наносим гель или же, если, например, пациент имеет такой гип-шерф, который легко, легко разогнать, и вам вообще нужно исследовать там, не знаю, одну точку, быстро посмотреть, и позже будем говорить о паспе исследованиях, о исследованиях пациентов в экстренных ситуациях, там при травмах, тогда у нас нет времени на бритье, мы быстро разбираем шерсть, наносим стир, наносим гель, делаем исследование. В общем, стир иногда может быть сам по себе проводящий вот этой средой, даже без использования большого количества геля, но в один момент это вообще-то такая точка предостановления, у нас в клинике мы бесконечно это обсуждаем, есть стир, кто за, есть стир, кто против. В целом, ну, стир не очень хорошо действует на поверхность датчика, он его дубит, им считается, что из нашего датчика происходит быстрее со временем, что больше есть вероятность повреждения, трещин на поверхности рабочей, поэтому в идеале, если мы используем кир, ипиловый, или пизопропиловый, это распорный процесс, мы его используем в разведении один-двум-один-всем, то в идеале датчики защищать специальными презервативами, и специальные презервативы для звукового исследования, внутрь надо запустить бель, бель одевается на датчик, и, собственно, тогда можно использовать какой-то стир, на датчик ничего не повлияет. Вот, в отличие от пациентов медиков, у нас врачей, да, наши пациенты, даже когда мы беремых, они все равно остаются шерстистами, и, ну, считайте, что в нашей с вами работе датчики они, в принципе, изнашиваются быстрее, потому что, ну, вот это трение, трение от шерсти, ну, оно, естественно, больше влияет, чем просто о кожу человека. Всегда имейте в виду, что вам может понадобиться, помимо, помимо, там, да, машинки ультразвуковой подушки, которая статичная лежит на столе, какие-то дополнительные средства, это игру для проведения разнообразных стентезов, торг-стентезов, пусты-стентезов, шприцы, игру, здесь как раз у нас привязать для ультразвукового исследования, пробирки, физиологические изыскания, которые мы берем, моча, кровь, подниму ультразвукового исследования, это там, астерапность в одной полости, в другой полости. Предполагайте, какое дополнительное оборудование может вам понадобиться, в каком количестве, например, компоновка, если мы говорим о кабинете, где проводится только изыскания, другое исследование, вы там проводите, грубо говоря, не очень-то много процедур, которые мы там делаем, есть ряд, например, мы берем часто, берем цистентез, предполагаем, какое количество там шприцов, какого вида нам может понадобиться. Нам в кабинете в интервьюковое исследование вряд ли нужны там инсулиновые шприцы, зато мы часто пользуемся шприцами объемом 5 мм. Ну, соответственно, какое-то стабильное количество шприцов, игл, дополнительных, не знаю, трехходовых кранов или магистралей для инфидии, все это удобно расположено в кабинете в определенном количестве тоже сделают вашу работу гораздо приятнее и быстрее. Серчатки, безусловно, ну, и дополнительные средства, там, контейнеры, куда выкидываем иглы или паски на стеркнике. Вообще, что касается пространства, сегметы разные, клиники разные, у нас три клиники есть, но есть один принцип, который позволяет использовать максимально эффективно использовать пространство, которое есть. У нас, например, разного размера кабинета, в соответствии клиников, разные оборудования стоят, разные аппараты, не нужно, как показывает практика, не нужно большого пространства, важно хорошо его оптимизировать и организовать. Да, есть полки, есть маленькие ящички, эти ящички, они небольшого совсем размера, при этом правильно, все то, что там лежит в определенных местах, позволяет вам отъехать машину, на котором вы проводите исследование, быстро разглядит вам все необходимое и продолжить исследование или проводить какую-то процедуру под контролем УЗИ. Вы делаете работу быстро, пациент мало что-то, вы стресс водились, доволен, ну, соответственно, все проходит хорошо. Закончили исследование, следующий этап это вытирание датчиков, вытирание пациентов. Вообще, мы там тоже в последнее время изучали этот вопрос по поводу вызываемых датчиков, да, мы о них заботимся, естественно, это у нас оборудование лучше, в идеале, использовать мягкие толпетки. Есть специальные толпетки, у нас в Кеннице сейчас используется раствор для обработки поверхности, рабочей поверхности и подушки, стола, и специальные такие бобины туда заливается раствор, к сожалению, не затрудняюсь сказать, как он называется, надо посмотреть, точно, если кому-то будет интересно. Ну, в общем-то, мягкие салфетки лучше для вытирания датчиков. Ну, стандартно салфетки такого типа, которые вынимаются из летящего на стене, на стене. конструкции или это кухонные бумаги, ну, тоже все равно подойдет. Вытираем пациента, вытираем датчики, акцентируем внимание на то, что это должно быть отработано. Датчик должен быть, ну, вообще рабочее пространство должно быть убрано сразу. Датчики тоже портятся от того, что на них остается день. Я думаю, что, может быть, не снизу сталкивались, когда ты приходишь на рабочее место. Ну, вчера кто-то работал другой вместо вас, вы приходите и видите засохший гель на датчиках, начинаете мочить чем-то там салфетку, с импиртом, начинаете остирать, остирается на то, что это не очень хорошо. И это тоже и портится, не от этого сохнут. Вот это трение, которое мы дополнительно прибегаем до того, чтобы остирить засохший гель, то есть для датчиков не очень хорошо. Вы звоните своему коллеге и говорите, почему-то так грязно. Ну, в общем, это все где-то наше время, нервы и надо закончили святые, паротерные датчики, поставили на место и идут записать протокол. Ну и мусорка, естественно, куда мы все выкидываем. в какой-то момент перешли из мусора закрытых на такие стадики, которые стоят под аппаратом, мусороковой, под столом. и это удобно, потому что меньше времени. Может быть, есть какой-то не очень эстетичный момент, но зато это удобно экономить в то же время на открывание мусора, перекидывание туда салфетки, заканчиваете исследование, протираете стол и переходите к написанию и заключению. Ну и место, рабочее место для написания и заключения тоже один из и маловажных моментов во время проведения исследования. Мы с вами вроде как говорим о том, что мы делаем мусорок, а на самом деле получается, что имеем кучу каких-то под действий, из которых совершенно никак нельзя. Поэтому чем быстрее мы сделаем, тем лучше. Мы тут проводили определенную статистику и выяснилось, что на написание и заключение времени уходит у большинства авторов больше, чем уходит на тому проведение исследования. Идивительно. При том, что постоянно работаем на тем, как его оптимизировать, чтобы это быстрее было, чтобы можно было быстрее осуществлять норму. Ну, в общем, такой удивительный для меня момент был, мы прям за секунду затекали, кто на какое действие сколько времени затрачивает. Ну, в общем, если вам будет удобно. Сейчас, одну секунду. Да, давайте, ну, да, я могу сейчас прерваться. В идеале вам должно быть удобно сидеть, у вас должен быть нормального размера компьютер, который позволит вам нормально визуализировать то, что видно, не малюсенький, да, это все очень затягивает по времени. удобная клавиатура, все, что должно быть под рукой, постарайтесь организовать вокруг себя, то, что, ну, бывает, что протоколы пишутся от руки, это, нет, в целом, если это так, просто, стоит позаботиться для того, чтобы вы нормально распечатаны в нормальном количестве два руки, чтобы вы надбежали нормально ручки вокруг, ну, в общем, все то, что вам может понадобиться, потому что, повторюсь, как выяснилось, заключение мы иногда пишем дольше, чем проводим исследования, ну, плюс параллельно еще с этим мы и думаем, думаем, как все это там красивые слова облечь, поэтому это стоит оборудовать свое рабочее место так, чтобы все было очень удобно. Давайте поговорим об оборудовании, поговорим о видах датчика, ну, и перейдем непосредственно к видам исследования и типам, повторить на себя типам датчиков, какие мы видим, что мы видим на экране. Так бывают, аппараты бывают стационарными, бывают переносными, у всех, ну, совершенно разные оборудования в клиниках, ну, переносные, причем, ну, аппараты могут быть переносные и стационарные, не всегда даже так сильно разнятся в начинке и в мозге самого аппарата, ну, то есть, небольшой переносной аппарат, который будет размером, там, примерно, с ноутбук, может быть ничем совершенно не хуже, чем аппарат большой стационарный. Просто, все-таки, разговариваясь от того, ну, как проводятся исследования, если это отдельно стоящий кабинет, да, если вы там только этим занимаетесь, только, ну, проводите УЗИ, то, ну, удобнее, техничнее работать на аппаратах стационарных, это всего лишь один пример, это САОР, такой, это аппарат, на котором я работаю в одном из филиалов, это уже есть свои минусы, у него довольно большая задняя поверхность, такой не очень эргономичный, современное оборудование все более такое, все сделано для того, чтобы оно все меньше занимало места, более хорошо передвигается, меньше вот этих вот, там, расположенных сзади, такие вентиляторы, это, в общем, современные аппараты обычно более такие, более узенькие, удобные передвижения, ну, вот, а если это аппарат, который, необходимо будет переносить из кабинета в кабинет, или во многих находить с ним в стационар, или, не знаю, выгодную, если вы в том числе участвует, то, ну, вероятно, а правда не будет работать на переносном оборудовании, ну, обычно они имеют такие специальные, специальные заки для того, чтобы все было, туда можно было сложить датчики сам аппарат. Ну, и обычно они занимают не очень много места. Ну, повторюсь, что не всегда, не всегда аппараты статичные, которые большие, не переносные, они лучше, чем переносные, есть очень хорошего качества переносного оборудования. Но, просто оно занимает меньше места, можно установить его на столбом куда-то. давайте поговорим о видах датчиков, это та самая, ну, то есть тот компонент аппарата, на котором мы, на котором мы всегда заботимся. Важный момент, что стоимость датчика для высокового исследования иногда составляет там, отнутреть от стоимости целиком аппарата, поэтому это действительно, ну, такое, знаете, мы должны о них заботиться, не только потому, что они дорогие, потому, что это возможность нашей диагностики, датчик, его поверхность, то, как он содержится, напрямую зависит от того, сколько он будет, сколько он проживет, насколько хорошее качественное изображение мы будем получать. Видите, на стационарных аппаратах всегда есть такие гнезда для датчиков, куда они устанавливаются, и ключочки, куда вешается провод, тоже несколько таких аспектов. Провод никогда не должен лежать на полу, потому что на него будет наезжать аппарат, потому что вы на него будете наступать, животное может его топить, может его разорвать, поэтому всегда стоит, во время исследования всегда стоит вешать провод на крючочек, датчики всегда находиться должны в своих ячейках. Если это вот оборудование переносное подобное вот этому, дополнение можно, во-первых, можно специально докупить там, одевается на них тоже такая сбоку, надевается такой разъем, куда можно вставлять датчики, если же этого нет, значит, надо как-то самостоятельно придумать, куда можно их будет помещать, можно там из чего угодно в принципе сорубить какие-то ячейки, в общем, датчики не должны валяться, они будут изнашиваться, они будут трескаться, они будут падать, будут ломаться, и в какой-то момент мы просто останемся без невозможности провести исследование, это очень неприятно для пациентов, неприятно для нас, но в общем, поэтому об оборудовании надо заботиться, мы как эти, знаете, как зануды ходим все время, мы всем про это говорим. Есть несколько видов датчиков, разные используются в разных случаях, датчики бывают, ну, мы поговорим о, конвексные, линейные и файлированные датчики, в действительности их гораздо больше, есть внутриполосные датчики, датчики для 3D-моделирования, мы поговорим о датчиках, которые в большинстве своем используются в ветеринарии, стандартно как в доминальном и таракальном ультразвуковом исследовании, так и в эхокардиографии. Итак, это конвексные, линейные и файлированные датчики. В чем же разница? Сейчас мы перейдем непосредственно к ультразвуковому исследованию. Что такое представляет датчик, помимо того, что он дорогой и мы о нем заботимся? Он является той как раз структурой, которая будет позволять нам видеть привычную нам картинку на экране. Итак, в датчике содержится пьезоэлектрический кристалл. Тот самый кристалл, который будет использовать ультразвуковые волны. Каким образом свет работает? Датчик у нас получается такой центровой фигурой, потому что он и испускает притрудок и принимает его обратно, посылает на аппарат, где мы видим это в виде картинки. эзоэлектрические кристаллы под действием электрического тока, естественно, аппарат включен в сеть, ток действует на эзоэлектрический кристалл, он начинает изменять свою форму, испуская таким образом ультразвуковые волны. Ультразвуковые волны входят в среду, в тело и отражаясь, возвращаются на датчик, под действием той же электрической энергии посылается на экран, мы видим это в виде преобразованного изображения на экране. Таким образом, датчик является и генератором мультразвука, он его и посылает, и обратно принимает си-приемником и дальше все это преобразуется в изображении. Что собой представляет ультразвуковая волна? Вообще, мы сейчас начнем говорить о физике, это в действительности такая исключная тема, нам хочется быстрее перейти к практике. Давайте постараемся, я постараюсь в свою очередь объяснить и объяснить таким образом, чтобы это можно было все применить именно практически. Знаете, я часто повторяю о том, что если бы в школе мне что-нибудь сказал о том, что ты будешь работать с оборудованием, которое действует по физическим законам, это ультразвуковая машина, это рентген, и когда тебе приходится заново потом изучать, как электрическая цепь работает, и в общем подобные вещи уже во взрослом возрасте, думаешь, что же практически так не заинтересовали, что не объяснили о том, что действительно не знаешь, как сложится твоя жизнь, и чем ты будешь сталкиваться, и что какие-то вещи, они не просто где-то на бумаге, и они действительно могут тебе помочь потом в жизни, поэтому постараемся все это практически применять. Итак, для построения изображения будут использоваться высокочастотные волны, гораздо выше волн, которые слышны нашему с вами уху. Само движение волны представляет собой такое циклическое колебание, сейчас будет на картинке видно между моментами сжатия и разрежения. Мы часто слышим слово частота, частота, частота датчика, на какой частоте работаешь, в действительности частотой является число вот этих колебаний в секунду, и от частоты непосредственно зависит качество изображения. И есть такое понятие длины волны, это расстояние между точками сжатия и разрежения. Вот давайте посмотрим, посмотрим, как это выглядит. у нас есть ультразвуковая волна, вот видите длина волны, расстояние как раз между сжатием и разрежением, сферка у нас датчик более низкой частоты, и как вы видите длина волны больше, а снизу более высокой частоты, и длина волны у него меньше. Итак, какой практический аспект нас интересует, с этим будем столкнуться все время, когда будем в течение исследований переключать разные датчики или менять частоту на одном и том. Итак, между частотой и длиной волны существует обратная пропорциональная связь, то есть что все это в итоге значит практически. Чем выше частота, например, это линейный датчик 15 МГц, тем лучше качество изображения, но тем меньше глубина проникновения, то есть датчиком в 15-20 МГц нам будет прекрасно видно поверхностно расположенную щитовидную железу со всеми ее структурами, парочитовидными железами, сосудами, ее структуры будут хорошо видны методические узлы вокруг, но щитовидная железа лежит на глубине полу сантиметра. Вот это небольшая глубина, которая нам будет видно так хорошо. при этом если нам нужно посмотреть печень в области магистральных сосудов, у диапразбы, мы таким датчиком сделать вероятнее всего этого не сможем, потому что он будет давать очень хорошее изображение на небольшой глубине, но не сможет проникнуть глубже тела. В общем, чем выше частота, тем лучше качество изображения, но тем меньше глубина проникновения. То есть, когда перед нами стоит юркшерский терьер и бордовский док, для юркшерского терьера мы выбираем датчик высокой частоты, а для бордовского док мы выбираем датчик средней или низкой частоты, потому что мы понимаем, что он не только хорошо, нужно увидеть органы, но и проникнуть глубже в этого пациента, потому что он большой. Итак, конвексное сканирование. Это, думаю, что многие из вас пользуются подобными датчиками. Наверное, один из самых распространенных видов датчиков, которые используются в командной медицине и ветеринарии в том числе. Вот такой веерообразный мы видим скан. Посмотрите на поверхность датчика. Вот такого или такого. Слева это довольно низкочастотный конвексный датчик, справа это вагинальный датчик с небольшой рабочей поверхностью, который играет роль, может играть роль микроконвекса. Тоже часто будете с этим сталкиваться. Конвексный датчик, микроконвексный датчик. В чем разница? Конвекс это как раз вид вот этого полу такого веерообразного поверхности датчика. Он позволяет заглянуть в глубь тела несколько шире, чем только поверхность, которая прикасается к телу. Видите, представляем себе, что трансдуктор ультразвуковой датчика это такой фонарь в руке, куда хотим смотреть, туда и светим. И вот подобное отображается на экране. Вот здесь датчик прилегает к телу, а дальше распространяется таким веерообразным образом, распространяется шире, чем только лишь то, что проникает в тело. Так есть большие комиксы, как на картинке слева. Вот здесь обычно имеют не очень высокую частоту от 2 до 5 и 6 МГц, довольно большую рабочую поверхность, могут быть удобными для использования гигантских и крупных собак, поскольку частота не очень большая, мы понимаем, что качество изображения может быть довольно подсветственным. Есть же микроконвексные датчики, это датчики с меньшей рабочей поверхностью, они мобильнее и техничнее, я вообще за микроконвексы, я считаю, что если говорить о стандартной комплектовке ветеринарного оборудования, микроконвекс всегда должен быть, потому что это удобный, очень техничный датчик, которому удобно будет подлезть, там, под ребра, для того, чтобы, например, посмотреть пилорус, но в общем, везде им удобно будет подлезть, животное мало испытывает дискомфорта во время исследования подобных датчиков, он имеет обычно довольно средне-высокую частоту до 8-9 МГц, что позволяет нам видеть изображение довольно хорошего качества. Ну и мы многотратно будем с вами много видео на курсе смотреть, видео и в картинах, будем видеть разницу между изображением, которое мы получаем от разных датчиков. Линейное сканирование или линейные датчики тоже часто встречающиеся на ветеринарном оборудовании, в ветеринарных клиниках, ну и это совершенно обоснованно, это датчики, как правило, довольно высокой частоты, там от 50 до 12-11 и 12-15 МГц, имеет очень высокую разрешающую способность, то есть очень высокое качество картинки, если сравнивать, например, с конниками или конниками или датчиками. Изображение такое приближено уже к гистологии, чем выше частота, но помним, они имеют небольшую глубину проникновения, чем выше частота, тем меньше может проникнуть глубину, но тем круче будет изображение. Ну, то есть есть вообще датчики специальные офтальмологические, например, они там 20, 30, 40, 60 МГц, это позволяет видеть народное тело в Рогарице, но представьте себе, какая там глубина проникновения, это реально доли миллиметров, ну, в общем, все зависит от того, да, что нам стоит исследовать. Вот, в общем, хорошо на них все видно, качество изображения очень высокое, проникающая способность небольшая, в чем минусы? В том, что, как правило, они имеют такую вытянутую форму, поверхность линейная, плоская, прилегает к телу непосредственно, они не очень, как сказать, не очень такие техничные, например, датчики, которыми не очень удобно подлезть под ребра или, там, спуская датчик параллельно позвоночнику, будете давить, чтобы видеть, например, правый наркотечник, животное, за счет вот этой большой рабочей поверхности, обычно испытывает низкий дискомфорт. Поэтому, комбинация датчиков с хорошим изображением, например, таких, как линейные, и с датчиками, которыми просто легче всего увидеть, таких, как микроконвекс, она, если есть возможность, это всегда очень удобно. Есть понятие виртуального конвекса или трапеции, вот видите, здесь у нас просто квадратное изображение, а здесь в виде трапеции. Это специальные настройки оборудования в каждом аппарате, где есть, где подключен линейный датчик, это есть, иногда требуется просто время для того, чтобы поискать, где это расположено. Это сделано для того, чтобы спектр вашего исследования был шире, так же, как будто бы с микроконвексным датчиком, чтобы спектр света фонаря было немножко шире, чем только вот сама поверхность, прилегающая к телу. Поэтому тоже пользуетесь данной техникой. Можете увидеть больше. И есть секторные или фазированные датчики, имеющие не очень большую рабочую поверхность, они тоже бывают чуть меньше частоты, чуть больше частоты, как правило, используются в кардиографии. В чем смысл? Эти датчики имеют такое большое несоответствие между размером самого датчика и размером получаемого изображения. То есть, грубо говоря, почему удобно их использовать для их кардиографии? Они из небольшой точки видят очень широко и глубоко. Поэтому так использовать большой обзор, такой получается, их удобно использовать для их кардиографии между ребрами. Мы туда его ставим датчик, а он в итоге глубже светит. Ну, в общем, если подвести итоги в принципе по там видах датчиков, видах изображения, всего зависит от того, каким образом расположены в этих датчиках все эти элистетические кристаллы, которые будут испускать и обратно его принимать, чтобы построить изображение. В зависимости от этого мы и видим там ту или иную картинку. Тоже важно иметь в виду, что за всем оборудованием, на котором вы работаете, помимо того, что есть виды датчиков, есть еще виды исследований и так называемые пресеты. Это такая совокупность настроек, которые позволят вам там видеть изображение разного качества. Я думаю, что, да, вы видите на своих аппаратах обглуминальный режим, кардиологический режим, там, как называемые органы. Когда аппарат только приобретается, потратьте свое время и силы на то, чтобы пригласить пригласить инструктора, техника, который устанавливает аппарат и будет его настраивать, чтобы вытрясти из него всю душу и он сделал изображение таким, как нравится вам. Это очень важно. Пресеты – это такая совокупность достроек. Вот вам гладкости картинки, ширины спектра, там, частоты датчика, как раз, чтобы вы включали, вот там, абдоминальные режимы сразу все строилось так вот, как вам надо. Поэтому я настаиваю на вытрясании души из тех, кто устанавливает оборудование. Иначе потом каждому аппарату дается такая толстенная книжка с инструкцией, читать ее долго, все забывается, ничего не понятно. В общем, ну, с новым оборудованием точно стоит сразу сделать так, чтобы вам было максимально удобно. Важно для понимания построения изображения, начиная еще только с звуковых диагностей, это часто такая не очень понятная вещь. Я в свое время помню, я лепила из пластилина, резала скальпелем этот пластилин для того, чтобы понимать, что я режу на картинке. Итак, есть поперечное и продольное сканирование. Все органы, с которыми мы будем с вами сталкиваться, это трехмерные органы, полые или парантиматозные и имеют там высоту, длину, ширину. Это не лист бумаги, не 2D, а 3D. Поэтому представим себе, что датчик играет роль не только фонаря, но и такого, как сказать, ножа. Да, если любой орган можно порезать вдоль, располагая датчик продольно, к нему, к нему оси, или нарезать его поперек. Соответственно, если мы располагаем поперек, как колбасу мы режем с вами, мы получаем, если это круглый орган, да, вот такой, на примере кишечника, вот на двух вот этих картинках, слева мы имеем, да, кишечник, это колбаса. Расположив датчик поперечно, мы видим вот так петли тонкого кишечника в виде овала. Если мы расположим датчик продольно в петле кишечника, мы видим стабулярную структуру, это, да, продольное сечение кишечника, как если бы мы нарезали с вами колбасу не как привычно нам, а чтобы она была побольше, да, и мы порезали ее продольно. Поэтому представляем себе, что то, что мы разрезаем, то мы видим на экране, то есть от того, как расположен датчик относительно того или иного органа, мы будем видеть ту или иную картинку. Так называемый принцип маятника, когда мы начинаем практически заниматься с молодыми рукавыми диагностями, с людьми, которые начинают делать узи, есть обычно две таких расхожих трудности, с которыми стоит сталкиваться. Это либо мы пытаемся, например, вывести какой-нибудь логан, либо установка датчика в определенной точке и отсутствие движения, да, то есть человек ставит датчик, не видит органа, который хочет увидеть, и стоит на том же месте. Или наоборот, хаотичные передвижения датчиков в октябре швоком, полностью, пока мы там не найдем нужный орган. Так вот, здесь нужен некоторый баланс. Любой орган, который мы будем осматривать, вот у нас есть почка, предположим. Так, вот он на долюхой, нам нужно будет посмотреть все срезы, да, датчик делает срезы, и эти срезы мы видим ультразвукового среза, датчик имеет свою ширину, соответственно, что в этот срез входит, то мы ее увидим. Соответственно, нам нужно будет нарезать последовательно, продольно, и поперечно этот орган. Таким образом, движения датчика все время будут маятникообразные. Вот мы продольно исследуем, 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 потом поменяли, развернули датчик поперечно, и исследуем, 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 ну, вперед-назад, вперед-назад. Вот такой, ну, как бы, принцип маятника. Так, сейчас я буду пытаться видео сделать, видео-кармельку, секунду, секунду. У меня только три видео. А, так, а, да, просто включаем. Вот это исследование, исследование печени, слева диаправда, кусочек 12-ти тесной кишки, сейчас даже не заморачиваемся на все, что мы видим, у кого есть опыт проведения, ну, кто делает, у людей тот видит, кто здесь есть, но кто еще только начинает, мы с вами к этому многократно вернемся. Здесь просто пример тому, как двигается датчик. Мы постоянно находимся в движении, особенно, знаете, когда нужно делать какие-то интервенционные процедуры, мы берем, например, биоксин или берем цистоцинтез. Датчик это наш глаз, поэтому мы все время, все время, все время находимся в движении. Вот животное, оно же там шевелится, дышит, да, а мы, например, его уволим, мы должны видеть ее кончик. все время должны привыкать к тому, что НК постоянно двигается, да, здесь просто преследование шло от геопрагмы к центральному краю, здесь залезал желудок, тут 12-ти петра кишка, вот у нас геопрагма, это печень лежит, датчик все время шевелится, и привыкаем к тому, все время все время вы все время находитесь в движении, вот вы животное дышит, а вы так чуть-чуть двигаете рукой вместе с датчиком. Ультразвуковой диагностик просто срастается рукой с датчиком, потому что это возможность видеть, вообще мы с вами имеем просто визуальную диагностику, удивительная специализация, да, у нас есть возможность заглянуть, неинвазивно заглянуть в тело пациента. Итак, давайте перейдем к продовольным, вернее, физическим аспектам звуковой диагностики, ну, да, к тому, что слайд посвящен тому, почему в школе нас не ориентируют таким образом, чтобы вы понимали вообще, с чем мы можем столкнуться, насколько сложнее все это во взрослом возрасте воспринимать, по сравнению с тем, как мы могли бы воспринимать это в школе. Так, сейчас, секунду, переключаюсь, меня не переключают. Сейчас, секунду, прошу прощения, да, сколько у меня не есть на эти слайды, пока я все не справился. Сейчас, одну секунду, я обновлю. Сейчас, где я тут была. Ну, в общем, каким образом все же давайте разберем, как строится наша картинка, из того, там, куча терминов, которые употребляются каждый день, там, их ангелемы, такие-таки вещи, давайте разберем, как мы понимали, что это же такое. Так, есть планеты акустического сопротивления. любая среда или ткани организма, ну, это то, с чем нам при этом сталкиваются, да, это там, вечер, нижняя, жидкость, мочевом пузыря, что угодно, имеет свое акустическое сопротивление. Величина акустического сопротивления зависит от плотности и скорости распространения ультразвуковых волн. Мы с вами не будем, ну, не будем, как сказать, акцентировать внимание на, да, мы не знаем, какую реально фактическую плотность имеет там вечериня, какую плотность имеет, имеет жидкость в мочевом пузыре. Важно, какую акустическую плотность имеет эта структура. И нам просто нужно с вами знать, каким образом тот или иной орган должен в норме выглядеть на ультразвуковом светлее. Как часто ультразвуковой диагноз слышат? Ой, что это вы там все видите? Какая-то вода, там, 50 оттенков серого. В действительности я всегда приверженец понятия того, что это вовсе изменил, как бы, человек, который знает анатомию, понимает, что это вовсе не набор серого цвета. Каждая структура в действительности имеет свою акустическую плотность и своеобразным образом. будет выглядеть на ультразвуковом исследовании. Вообще, особенно для тех, кто начинает делать сухолковой лиц, представляем себе любую структуру, орган веществой полости или, не знаю, структуру почки, у нее есть горшок, и здоровый свой, или, например, поперечность морковки. Так вот, морковка на ультразвукова будет выглядеть в соответствии тому, как она выглядит макроскопически в поперечном срезе, у нее есть центр, от него отходит в лучи, есть корковый слой, и подобную картину вы будете видеть в ультразву, потому что корковый мозговой слой имеет там свою специфическую акустическую плотность, специфическим образом будет отображаться. Ну, в общем, понятие ихогенности это, наверное, один из самых таких распространенных фермина, все это, с этим, это всегда включено в заключение, хогенность, хогенность, что это такое? Само изображение, да, ультразвуковое, оно состоит из множества-множества пикселей, и из этого оно и строится, из миллиарда тысяч, миллионов маленьких пикселей, из которых составляется изображение на экране. Каждый из этих пикселей окрашен своим оттенком серого цвета. Мы помним, что датчик посылает ультразвуков тело, оно ультразвуков отражается от структуры, посылается обратно на датчик и уже преобразовывается в виде изображения. Интенсивность серого цвета зависит от величины отражения от уголовного сигнала. То есть, чем быстрее вернется сигнал на датчик, тем белее будет картинка. То есть, сильные отражатели дают белый и белоподобные цветы. Более слабые дают более темные, более, оттенки более темные. Таким образом мы кормим так называемое серо-шкальное изображение, которое мы с вами привыкли. То есть, ихогенность это свойство ткани отображаться тем или иным цветом на утром в колонке в зависимости от того, какую акустическую космос имеет эта структура. Итак, что мы имеем в практической части? У нас есть понятие гиперэхогенный это яркие оттенки серого цвета, гипоэхогенный это темные оттенки серого цвета, анэхогенный или эхонегативный это отсутствие эхогенности отображается в виде черного цвета. Жидкости, например, они не отражают разлуками, полностью его выпускают и выглядят черными. Изоэхогенный это понятие, которое значит, что что-то имеет такую же эхогенность, как другая ткань, соседняя ткань. Итак, что очень важно, что понятие нормальной эхогенности это очень относительная вещь. Все очень зависит, если мы к этому еще придем, есть определенные настройки аппаратов, которые могут эхогенность менять. Вы можете выкрутить общее население сигнала, у вас будет кнопочка гейн, и все станет очень белым. Или наоборот выкрутить ее назад, и все станет очень черным. Эхогенность должна включать в себя сравнение с окружающими структурами. То есть не изолированная вот этот орган такой, а для того, чтобы понимать нормальная она или нет, нужно ее сравнить с теми органами, не забиваясь к другому, мы, когда будем говорить про каждую систему органов, мы будем к этому возвращаться. Итак, вот у нас есть некое изображение. Это кишечник с метропотией с потерей белка. Что мы тут видим? У нас вот здесь участок черного цвета. У кого-то у одного только нет звука или у всех нет звука. вот этот участок черного цвета это анехогенная жидкость эхонегативная не отражает жидкость и не отражает культурный мук. Начинает его отражать только лишь в тех случаях, когда в них содержится много белка или много клеток. В этом случае появляется некий отражатель, который будет отображаться в этом случае, если жидкость будет становиться мелкодисперсной или такой серой. Итак, анехогенная здесь. По отношению к этому эхонегативному участку мы видим гиперхогенные то есть белые интенсивные белый цвет мягких тканей. Они находятся очень поверхностно, быстро отражаются белые интенсивный сигнал, белый гиперхогенный. Мы имеем гипоэхогенную именно серую по отношению к черному и белому слизистую оболочку тонкого кишечника и имеем например изоэхогенную который первый кусочек слизистый вот второй кусочек слизистый изоэхогенный или точно такой же эхогенный. Ну а нормах эхогенности для тех или иных органов будем говорить отдельно. Я к тому, что это действительно несколько такое абстрактное понятие нормальности эхогенности это очень зависит от настроек мы должны понимать что эхогенность надо сравнивать с другими другими органами. На влявление моего нету звука. Сейчас кто-то пишет еще звук есть говорят что есть давайте поговорим об артефактах продолжаем артефакты можно разделить на помощников и вредителей давайте я постараюсь объяснить что я имею ввиду мы сейчас поговорим о каждом из них в действительности есть артефакты которые мешают изображению и не дают нам например возможности видеть а есть артефакты которые являются помощниками в чем же их помощь в том что являясь мы это дает нам возможность понять какую структуру мы видим вот перечень если мы сейчас с вами о каждом поговорим акустическое тень или акустическое затенение я думаю что все про это слышали кто дает акустическое тень это действительно так краевое затенение это вид тоже акустической тени акустическое усиление артефакт верберации зеркальный артефакт боковой лепесток и всякие мешающие артефакты такие как электрические помехи и отдельный такой доплер артефакт мерцающий артефакт мы с вами будем говорить о нем когда будем говорить о доплер графике не сегодня отдельная лекция итак акустическая тень или акустическое затенение возникает оно в структурах либо полностью отражающих либо полностью поглощающих сультур это либо газ либо минеральные структуры либо структуры еще многие инородные тела дают акустические тени это бывает это дерево это разные разные еще какие-то структуры которые в норме нам в организме не встречаются что происходит на физическом уровне в результате звук как бы не способен проникнуть глубже поверхностям мы видим это в виде только линии поверхности а дальше распространяется акустическая тень для все это лирика так-то мне нравится эта картинка тем что она здесь свет а не звук вовсе но она хорошо отображает то что мы видим на экране то есть какая-то очень плотная структура мы своим датчиком фонарем светим на НИО она имеет очень высокую некую акустическую плотность либо полностью поглотила либо полностью наоборот отразила в итоге мы видим только лишь вот видите как здесь на мече на шаре только лишь ее очень светлую отражающую поверхность она очень быстро отразилась а то что под этой поверхностью мы не видим мы видим в виде тени что дает подобный артефакт сейчас посмотрим как это выглядит на ауторозуковом исследовании дают разные конкременты некоторые сильнее некоторые меньше там действительно все зависит от потности например некоторые камни в желчном пузыре которые акустическую тень давать не будут если это например полистериновые камни и так разные конкременты инородные тела большинство многие инородные тела не все я вам покажу потом например совсем не все инородные тела дают акустическую тень барий это знаете очень приятно когда вам присылают пациента после контрастного исследования это еще инородное тело а мы сейчас это делали многостратное исследование очень полезно выглядит это как инородное тело акустическую кишечнику где барий есть прекрасную плотную акустическую тень давать шовный материал шовчики могут быть инородные тени давать под собой кости минеральные филосиструктуры содержимые ободочные кишки газ тоже дают акустические тени плюс минеральный компонент поэтому каловые маски дают часто плотную акустическую тень или неплохую вот в данном случае у нас есть конкремент мочевого пузыря сейчас покажу какие-то хитрости мы можем столкнуться с данным артефактом в итоге мы видим это структура с высокой степенью камень запухания она происходит полное отражение поверхности мы видим это в виде гиперхогенный очень белой поверхности и под ним плотное сканирование акустической тени за ней мы не видим что находится что находится дисталь это важный момент потому что например как барин мы видим поверхность его он встретит вниз а может быть под ним инородное тело может быть мы его просто не увидим в этом минус акустической тени вот слева у нас есть тонкий кишечник с инородным телом мы также видим только поверхность и ниже плотную акустическую тени видите она закрывает нижнюю часть стенки кишечника вот здесь мы видим кишечницу и его стенку а здесь нет потому что он закрыт тени справа же желудочно-кишечный тракт в просвете есть газ который дает один вид артефактов мы сейчас его будем разбирать а также акустические тени вот здесь газ минеральные структуры разные всякие народные интелации дают акустические тени как называемые подводные камни в чем минусы и плюсы вот слева у нас и справа очень похожие картинки жидкость техонегативная не отражает в друг это мочевод на левой картинке и на правой картинке мочевод начало не стереть и справа слева у нас есть мочевой тюрьм и вот мы видим структуру гиперохогенная поверхность четкая акустическая тень гиперохогенная поверхность четкая акустическая тень очень похожа на собой структура но в действительности слева Это конкремент в мочевом пузыре. Справа же это ободочная кишка с своим содержимым. Очень похоже. Например, ободочная кишка лежит под мочевым пузырем. Слева или справа. Иногда и неуплотное содержимое может вполне себе так внедряться в мочевый пузырь. И на поперечном сечении давать иллюзию того, что мы видим конкрементом мочевого. Вот как здесь. Здесь это истинный конкремент. А здесь нет. Таким образом мы можем ответить на вопрос, как заключить. Вообще я всегда призываю доверять своим глазам. Всегда искать особо выхода, если нам что-то непонятно. Обратите внимание на поверхность конкремента. Он имеет просто гиперохогенную поверхность и просто тень. Там мы выключим. Как же видим? Вот здесь гиперохогенную поверхность. А сверху мы видим стенку со слоистостью. Классическую стенку ободочной кишки. Мы об этом будем говорить, когда будем говорить про желудочно-кишечный тракт. Почему это в этой стенке, вернее, конкремент стенки не имеет. Если вы видите слоистость, то это соответствует ободочной кишке. Плюс ко всему, еще один момент. Иногда, может быть, датчик не позволяет, не видно так хорошо слоев ободочной кишки или не привыкли к взгляду. Помните, что есть продольное и поперечное сканирование. Камень, он круглый. Вы его что продольно будете смотреть, ну или овальный, что поперечно. Он будет иметь примерно одинаковую форму. А подочная же кишка имеет длинный-длинный размер. И в поперечном сечении у вас будет вот такая как пункта, да, кругляшок. Но если вы расположите датчика продольно, вы сможете проследовать по ее нисходящему, поперечному, восходящему отделу. И один камень себя таким образом не видит. Поэтому всегда ищем проверочные варианты. Если нам кажется, что есть конкремент, в действительности иногда она так сильно убухает, ничего не будет. Да, потому что продольно расположили датчик, нашли стенку, вода с нефти и ее продлили. Еще один вид пустичной тени, это краевое затенение. Возникает он в горизонтальных краях структур, с округлой формы, которые заполнены жидкостью. То есть это желчный прузырь и истые, мочевой прузырь. Ну, то есть какая-то структура, заполненная жидкостью. Вызывает этот артефакт рефракция ультразвукового луча. Что такое рефракция? Это изменение, распространение луча. В итоге он играет такую роль в выпуске. Что это все может значить? Желчный или мочевой прузырь имеет стенки. Стенки имеют свою акустическую злость. Внутри наполнена жидкостью. Жидкость техонегативная, то есть черная. То есть ставьте себе, что ваш фонарь светит на этот пустой, как будто бы для света, да, эфонегативной, да, структуру. Но стенки-то имеют свою пользу. В итоге свет, проходя через стенки, будет, ну, он, стенки же, не пропускает свет, да, это фонаро, где и со светом. В итоге будет распространяться как лупа дистально в виде акустических теней. То есть как будто бы эту стенку не видно, да, будет две теми. А то, что внутри, оно пустое, поэтому будет просвечиваться. Вот так, ну, мне кажется, что можно со светом это провести в этом случае параллель. Вот, в данном случае у нас здесь есть желчный пузырь, анахогенная, черная содержимая и краевое затенение по бокам, по бокам заполненного жидкостью пузыря. Ну, в общем, по бокам вея и дистанция. Таким каким образом нам может помочь этот архефакт? Помочь он может нам тем, что мы можем отличать жидкостные структуры от солидных структур. Иногда бывают гипоэкхогенные структуры очень-очень-очень темные. Да, если есть краевое затенение, вероятнее всего эта структура заполнена жидкостью. Нередко, ну, то есть нередко, а всегда, мы будем разбирать это на две точки, зависит ли интенсивность краевого затенения от сложности окружающей ткани, скорее от разделения структур, где ей можно распространяться. Есть некоторая сложность в том, что некоторые очень темные структуры, например, свежее желтое тело только образовавшееся, несмотря на то, что оно не совсем жидкостью заполнено, оно тоже может давать, конечно, краевое затенение. Плюс ко всему, очень частой ошибкой является интерпретация краевого затенения от сосудов в почках в виде интерпретировать это как минерализация или как инкременты. Ну, в общем, постараемся, когда будем об этом говорить, ответ на этот вопрос найти. Можно включить доплер, можно тоже продольно-поперечно развернуть датчик, сосуды имеют хорошо дифференцированные стенки. В чем минус, в чем недостаток данного артефакта? В том, что вместе, в принципе, возникает вместе разделение структур. У нас есть стенка, есть жидкость и есть окружающие ткани. В месте, где проходит самое краевое затенение, может казаться, что есть дифференцированные стенки. По сути, в этом месте она сливается, это как раз тоже происходит от рефракции. Как будто бы имитирует разрыв стенок, дифференцированные структуры, например, ночевого пузыря или желчного пузыря, как здесь, вы не видите стенки вот здесь, а здесь видите и здесь видите. Такой уж артефакт, важно это просто понимать, саму выручку, ну то есть даже когда мы реально видим, ничего это перетонит, к сожалению, визуализировать сам дифференцированные стенки не получится, его не будет видно. Вот поэтому просто помним про такой артефакт и не воспринимаем это как разрыв стенок структуры. Другой вид артефактов, он часто с краевым затенением идет в паре, потому что возникает он тоже с структурами, заполненными жидкостью, называется он аэтистическим усилением. Все это просто там тот список артефактов, которые вы ежедневно, ежесекундно практически будете видеть во время того, что вы видите на экране. В некоторых случаях действительно артефакты помогают очень сориентироваться, когда вы не совсем понимаете, что видите. Такое бывает. Итак, акустическая усиление стоит такое. Когда звук проходит через структуру, через ткани, он теряет, постепенно теряет энергию, походя вниз. В случае со структурой, со слабым задуханием или практически в полном отсутствии, например, структурой, заполненной жидкостью, он теряет меньше энергии, пока проходит, да, через ней звук не отражается, чем когда проходит через там другие ткани. В результате увеличивается интенсивность отражения от структур под ним. Что это значит? Например, здесь или этот же артефакт, помимо краевого затенения, мы видим индии. Есть печень, имеющая свою частичную плотность. Вот здесь вот звук идет рядом, вот здесь идет, 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 постепенно будет энергию свою терять. Мы это специфическими настройками будем корректировать для того, чтобы было одинаково нам видно хорошо структуру близлежащей и дальнележащей. А что он вот здесь? Чуть-чуть энергии терял, терял, наткнулся на мочеводку, на желчный пузырь, который заходил на жидкостью, соответственно, через которую, от которой он не отражается. И в этом случае, проходя, здесь энергии было уделено меньше, и участок под желчным пузырем будет выглядеть в виде акустического усиления, то есть более яркой такой, более яркой структуры. Тоже помогает отличить структуру заполненной межитости. Ну и поговорим о настройках, там чуть позже, которыми мы можем оптимизировать изображение, чтобы нам одинаково хорошо на всей глубине было видно. Это важный очень принцип в том, что у кого диагностики. Еще один такой помощник вредитель артефакта, приходится с ним сталкиваться абсолютно постоянно, это артефакт при вербинации. Дает этот артефакт либо газ, либо металлические структуры. Что он собой представляет? Звук постоянно идет за секунду времени, постоянно уходит, ткань возвращается, уходит, возвращается, уходит, возвращается. Очень сильные отражатели, такие как газ или металл, на картинке вам могу, покажу. Например, не знаю, полярка смертная, сейчас быстро примерим. Вот у нас датчик, из него, он же у нас, да, и спускает, и принимает ультразвуковую энергию, он послал ультразвук, а он как от сильного отражателя, как отразился, и быстро послал сигнал обратно на датчик. Датчик это в виде поверхности на изображении записал, да, так же как минеральная структура. Например, да, сколько мелкие минеральные структуры будут давать артефакт при вербинации, а крупные, по-своему, дают акустические тени. Вот, дальше еще раз послал датчик сигнал, записал, он опять отобразился. И еще раз на изображении это изобразилось в виде горизонтальной гиперохогенной линии. Вот так вот выглядит артефакт реверберации. То есть это постоянное посылание и отражение сигнала, куда обратно, куда обратно. В итоге отображается он в виде гиперохогенных, вот таких вот горизонтальных линий. Дает ему газ или металлические структуры. Это важный момент, потому что именно этот артефакт, не знаю, он, несмотря на то, что он гребитель, да, под ним ничего не видно. А реверберация, почему мы всегда говорим? На исследовании желудочно-кишечественного тракта надо приходить под соблюдение голодной диеты, потому что накормленная злота, у него полного газа в желудочно-кишечном тракте, газ дается от репах акустической тени и реверберация. В итоге ничего не видно, вот как здесь. Это участок нездорового желудочно-кишечного тракта, это лимфома. Мы видим стенку, ближнележащую к датчику, а под ней мы видим гиперакрогенную поверхность, и видите такие ракеты. Ракеты – это вид реверберации, так называемые хвосткометы. Это более мелкие структуры, более мелкие газовые структуры. Этот артефакт, несмотря на то, что он мешает визуализации, он часто помогает сориентироваться. Я на примере лимфомы обычно привожу такой пример, сейчас чуть позже посмотрим видео, расскажу. Дают его мелкие воздушные пузырьки и мелкие минеральные частицы. Например, мочевой пузырь заполнен мелкими пузырями газа, как в данном случае сейчас будет на видео. Это, вернее, мелкий минеральный структур, минеральный осадок, так называемые, там часто его называют звездным небом, ну и всякие разные. Вообще, вот по звуковой диагностике, они большие выдущики. Да, вот мы видим много-много-много ярких таких мерцающих структур. Это минеральные, это минеральный компонент мочевого пузыря. Что важно, можно спросить, а может быть это газ? Ну, может быть это инфизматорный инфлюстит, да, и там все, может быть, в просвете газ. Вообще, если мы говорим о ультразвуковом исследовании, и я постоянно-постоянно повторяю это. Помним о законном гравитации. Газ наверх, жидкость вниз, что тяжелое, то вниз, вверх легкая поднимается на поверхность. Пузырьки газа, ожидаемо будут минеральные структуры. Они будут, они будут в плаву, вот как в данном случае было, ну это коротенькое видео такое, вот они где-то тут болтаются, такие только. Пузырек газа как себя будет ввести? Он будет ввести вверх, наверх, вверх, вверх. Вы во время прозвукового исследования будете это видеть. И газ будет скапливаться на поверхности, в верхней точке. И тогда для того, чтобы пациенту увидеть у него свободный газ, мы переворачиваем его, ждем, пока газ поднимется, и визуализируем это там в верхней точке. Еще тоже важный момент. Поверхность лёгких тоже реверберация, вот сейчас на видео будет видно, вот они гиперхогенные, гиперхогенные горизонтальные сигналы. Мы будем, когда говорить о лёгких, будем говорить, когда они не здоровы, то мы можем видеть, как диагностировать моторы от здорового и лёгкого. В лёгких это принято называть алимины, нормальные артефакты верберации, которые дают воздушные лёгкие, отражают себя в интервью. У нас есть просто, у нас есть акустические тени от рёбер, бейте посередине, такая плотная тени, слева и справа. Это акустическая тень от костей, от рёбер, от плотных структур, а между ними соединение висцеральной и полиэтальной пиелы и артефакты верберации, которые дают нормальные воздушные лёгкие. Ну а про аптиматоракс мы поговорим, когда будем говорить про грузиную полосу. Не смотря, помните, я говорила, не смотря на то, что у вас не предвидитель, за ними ничего не видно, и его, что не надо поголодать, а потом мы будем повторять это следовое исследование, иногда он тоже может быть помощником. И в случае, знаете, когда первая встреча с лимфомой, она напоминается, ну это одна из самых распространённых видов неоплодий, с которыми мы сталкиваемся, алиментарная лимфома желудочно-кишечного тракта в том числе, я помню свою первую встречу с культурозвуковую, и... так, сейчас я не буду ещё видеть её. Когда я увидела эту структуру, думаю, так, что-то почти анахогенное, очень тёмное, непонятно, что, какая-то масса, и что я вижу. И следующим был такой постепенный анализ того, в действительности, так, ты видишь что-то, маску, в массе что внутри? В массе ты видишь артефакты реверберации, значит, ты видишь газ, ну, красивый такой, да, мерцает, так, газ в чём может быть? В норме может быть, в ручнике, в кишечном тракте, ну и дальше там уже, да, там, в обсессах, газоподенцирующими бактериями, или нейтрогенные, ну, в общем, дальше больше, но эту структуру я дальше могу продлить, вот как в данном случае на видео, мы видим гипроэкогенный, изменённый, интермурально-внутристеночно-изменённый кишечник, не имеющий своего нормального вида, далее, который продолжается, продолжается нормальной кишкой, а внутри есть газ. Соответственно, приходишь к тому, что это орган желудочно-кишечного тракта, и с ним что-то не так, ну, а дальше уже анализ того, что с ним не так. Поэтому иногда это всё равно может быть помощником такого, ну, построения логического мышления о том, что ты видишь. Ну, свободный газ, как, естественно, такая очень важная, очень важный, очень важно его обнаружить, потому что, да, это чаще всего говорит о перпорации желудочно-кишечного тракта. В этом случае вот звуковой диагноз является решающим в диагностическом плане пациент в скором времени должен пойти на операцию. Видите, один всего лишь пузырик. Вот это мягкие ткани. Мягкие ткани кожа мышцы. И под ней один лишь только пузырик, реверберация. Это пузырь свободного газа. Здесь недаром кусочек телевизионных показывают, потому что свободный газ очень удобно смотреть над парматематозными органами, над которыми нет никаких тканей. Там вы точно поймете, что это он, а не, например, газ в кишке. Видите, газ поднимается на верх гравитационно. И еще важный момент. Сильно на него не давим датчиком, потому что сильно надавить, и он убежит вот сюда за спектр вашего исследования и вы его пропустите. Я всегда делаю на этом угол. Законы гравитации и механическое давление. Очень важно. Жидкость вниз, газ наверх, жир наверх. Ну, например, мы будем с вами это обсуждать. Посмотрим видео, например, нахождение свободного жира, капелек жира в мочевом пузыре. Эта часть нередко бывает у кошек. Он всегда находится на поверхности. И вот ты тоже видишь, думаешь, так, что-то на поверхности бежевого мочевого пузыря. Почему на поверхности? Что-то может быть легче воды. Легче воды может быть цирк, он поднимается наверх. Газ тоже будет подниматься наверх. А там минеральные какие-нибудь частицы, они будут просто бессвязаны, как фуалы. Вот. Ну и датчиком тоже не давим слишком сильно, или наоборот, где надо давим, потому что от этого тоже будет немецкое изображение. Несвободный газ находится над печенью и над телезенкой. Ну, область над печенью иногда диафрагма такая тонкая область, потому что там в том числе могут закладываться легкие в этой проекции. Вот можно себя проверить переместив на селезенки, не оказывая слишком большого давления. Мы видим артефакты вреда раз-раз вот сейчас. И сейчас на селезенке тоже подъезжали под, прям под местными стальнями обнаружения свободного газа в том случае, если это только не норма, например, в ранний послеоперационный период нужно и впускание некоторого времени можно видеть. Иногда даже до пары недель несколько процессов это просто свободный газ. Ну, в случае, если у этого пациента никакого нейтрогенного воздействия, никакого нервного, мы говорим о том, что значит отпустил он взял все самые состраненные причины не является перспорация замученного кишечного тракта, там и он с гордой содержится. зеркальный отступок тоже часто встречаем такая штука. Тут важно просто не заботиться и понимать, где он бывает. В целом, построение изображения происходит заединиться времени. Нету, да, помню, что сигнал послался, отразился, воспринялся, послался, отобразился на экране. Ну, и, соответственно, отраженный сигнал, ну, сигнал отражает, да, он возвращается в датчику, и снова послалится, как с верберацией. Но лучше в целом, он должен двигаться по прямой от и до отражающей поверхности, туда-обратно, туда-обратно, послал, отразил, изобразил. Есть сильные такие поверхности, которые являются сильными отражателями выпуклые или в облике. Например, поверхность диапразмы или поверхность ободочной кишки со своим содержимым, да, помню, такая гиперхагенная же, у него поверхность как у камня, соответственно, эти поверхности могут отражать лучше на соседний орган, потому что они сильно вогнутые или сильно обогнутые, от которого сигнал будет вновь отражаться и потом идти на датчик. Это будет такая вот, вот примерно так, да, например, у нас есть печень. Этот артепакт часто очень встречается на границе диапразмы и печени. Здесь, видите, вот эта гидрохогенная линия, это линия диапрагмы и поверхность тележки. И здесь мы видим как будто бы два желчных пузыря. Просто пошел сигнал, от диапрагмы отразился и здесь его отобразил. Вернулось это с большим временем обратно на датчик и в итоге такое вот спутанное изображение в виде двух желчных пузырей, как будто отражение в зеркале. Соответственно, в чем чаще всего будем видеть двойную печень, два гранцуза изолинии диапрагмы. Можно иногда видеть, если очень сильным отражателем является ободочная кишка, можно видеть два мочевых пузыря. Иногда можно видеть очень худых животных, иногда отражателем является подвоночник, когда загрешен в пространстве в пузыре ткани нет, иногда можно почку двукратно видеть. Важно не запутаться и не перепутать этот артефакт диапрагмальной грыжи. Во-первых, каким образом мы можем проверить, посчитать все органы. Это вообще лучшая всегда техника. Мы знаем, что это должно быть в определенном количестве. Все посчитали, желчный пузырь на месте вам нашли, значит на месте. А если не на месте, можете действительно диапрагмальной грыжи. Так тоже бывает. И просто перемещайте датчик, это артефакт исчерния. Просто перемещение датчика. Так называемый артефакт бокового лепестка. Тоже нередко встречаемый. В чем суть и как он встречается. Полные отражатели, встречающиеся на пути бокового лепестка, это, ну, в общем, вот руковой луч состоит из такого основного лепестка и более слабых боковых таких вторичных, которые встречаются на траектории первого. Сейчас покажу на примере, станет понятнее. Полные отражатели вокруг, которые будут встречаться на пути вот этих боковых лепесточков, могут возвращать сигналы к датчику. В итоге мы видим как бы слишком много гиперфагенных интенсивных сигналов. Когда образуются? Образуются случаи тоже с изогнутыми поверхностями при наличии тоже ярких полных отражателей. Например, ободочные кишки. Вот на таком примере. Здесь такой так называемый артефакт псевдоосадка. У нас здесь тоже есть ободочная кишка, которая является таким сильным отражателем. мочевой пузырь. И здесь мочевой пузырь одного и того же животного. Артефакт псевдоосадка. Здесь кажется, на самом деле, очень много ярких всяких структур вокруг. Мы будем дополнительно сюда накидывать дополнительные сигналы, дополнительные сигналы, которые мы будем видеть. Вот даже вот здесь, например, это тоже для кого-нибудь здесь, сейчас в предыдущем слайде, тоже покажу, как бывает. Это наоборот от гиперохогенных настиг ткани. Так вот, псевдоосадок, иногда может казаться, что весь досадок переместите датчик поливите датчик желчного пузыря, с лучевого пузыря. Если это артефакт, осадок будет исчезать. Плюс ко всему волн вогнутая поверхность это чаще вот видите здесь такая вогнутая поверхность осадка, это чаще говорит о том, что это не настоящий осадок, а настоящий осадок будет ложиться равнее, не просто законом гравитации. Еще один вид артефакта бокового лепестка, это тоже мочевой пузырь, вот здесь как раз настоящий осадок, видите, он такой лежит, как у него леп, а здесь мы видим артефакты от окружающих тканей, от гиперохогенной, вернее, от поверхностной ткани, от мышц, и пасты очень интенсивные, есть способы борьбы с этим артефактом, сейчас говорить про настройки, можно его будет регулировать. И как его можно регулировать? Есть так называемая настройка гейм, это, мы сейчас к этому придем, как мы говорим об оборудовании, это общее снижение и усиление интенсивности сигнала, это будет отображаться в виде, если усиливаем, картинка будет светлее, если ослабляем, то картинка будет сильнее. Одинаково на всей глубине это будет несколько снизить, мы снижаем интенсивность отраженных сигналов, соответственно, эти артефакты будут сглаживаться. Можно несколько снизить чистоту датчика, можно изменить положение датчика, и если мы не понимаем все же, например, что осадок не осадок, иногда перемещает злостное, мы видим движение осадка, его перемещение, мы тоже помним, сопротивляемой капитации, таким образом просто себя можно прожить. Артефакты электрических помехов можно давать видеться, они похожи на ревердидакцию, но динамики немножко не такой, они такие, вот они, вот это прям, мешающие артефакты, и интенсивные сигналы, могут быть от чьи угодно, от машинки, от ламп, от всякого разного оборудования, поэтому если постоянно дает артефак, постоянно вы не сталкиваетесь на рабочем месте, значит, надо его осмотреть и попроверять, поперемещать в предмет, потому что это будет сильно вам мешать. на чем бы вы ни работали, за какой бы аппарат вы ни пришли, важно понимать, что есть, ну, как бы, аппараты не делаются, да, понятно, что есть там конкурирующие, в том, все там делают свои самые лучшие аппараты, но есть несколько трехов, есть несколько режимов ультразвукового исследования, есть несколько газовых расстроек, которые будут на всех аппаратах, независимо от, ну, как бы, от их, там, крутошки. Да, вообще, ну, такой противник исследования только на одном оборудовании, мне кажется, что он, кому-нибудь одно, что он на себя массажировать сможет себе, да, и работать на разных, стараться, работать на разных аппаратах, потому что лишь стараться, что мы привыкаем к настройкам, привыкаем к изображению, но в целом, зная, ну, вот этот базовый набор настроек, вы подойдете к новому аппарату, похожий на них, так, здесь вот это есть, вот это здесь, вот это здесь, уже можно работать, а потом уже разберемся. Итак, есть несколько методов отражаемой исследования. В-метод, это тот метод, с которым мы все с вами соответствуем работе. Самый распространенный метод так называемой отражаемой исследования, так называемой метод яркости свечения. Это как раз то, что мы вот этот сеть сервов. Основан он на том, что каждый отраженный сигнал, каждый пиксель, да, отражается на экране в виде точки. И это в режиме в масштабе реального времени, это такое ревиза исследование, на экране постоянно появляется изображение, оно постоянно обновляется. Есть прямо количество кадров в секунду, метод, у нас оборудование неизвестно, да, на них таковато кажется, что такое более замедленное изображение, на лице более быстрое, все это можно это вариабельно, что можно настраивать. Это самый распространенный метод развуковой диагностики. М-метод, это метод, который мы часто используем, например, в аккардиографии. То есть такое, в этом случае, это метод движения, в этом случае используется только единственный поток отрубка, который находится в фиксированном положении. Вы его там сами устанавливаете, сейчас покажем, будет видно. Для чего он нужен? Он, как бы, эта методика для того, чтобы понять, как изменяет свои размеры и формы объект в течение какого-то времени. Есть две оси, вертикальная ося, ось, Y, это размеры и горизонтальная это X, это время, что-нибудь голословное. Вот он, тот самый M-режим, вот он, единственный источник утвердника, вы его сами вот так устанавливаете, сюда, 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 вот я здесь установила. Это сердце, это левый желудочек, вот у него есть межжелудочковая перегородка, дальше анохогенная кровь, потому что она не отражает этот звук, и задняя стенка левого желудочка. Я хочу посмотреть, как ведет себя желудочек в пистоле и диакону, это же не одинаковая толщина у него будет, это принципиально. Вот что я вижу, у меня есть время, вот здесь, время, а вот здесь размеры. и вот как себя ведет то, что мы видим вот здесь, разрезая этот желудочек, мы видим, здесь у нас есть межжелудочковая перегородка, дальше у нас есть анохогенное содержимое в самом желудочке, и у нас есть задняя стенка левого желудочка. Вот таким образом мы можем сделать измерение в том месте, в котором нам нужно, чтобы это была более тонкая стенка, в том месте, когда это происходит. Ну и касательно разных аппаратов, важный момент, что аппаратов много, они разные, они современные стали, все страны, такие же, как наши антигазы переходы, но база остается базой. Конечно, каждое оборудование требует времени для того, чтобы не повыморачиваться, посмотреть, что где. А вот здесь это пример аппарата, который у нас уже его не нет, он у нас стоял, это Сименс, странный аппарат. Странный он в том, что обычно базовые кнопки, как правило, на всех аппаратах находятся в базовых местах. В этом оборудовании все было в таких местах, как будто специально. Так, у нас есть как мышка код-сорт, который мы будем управлять с вами на аппарате. Мышка будет на нашей панеле управления выполнять так называемый трекбол. Это будет вот как я мышкой шевелю, вот так же мы будем шевелить мышкой на самом аппарате в помощи вот этого трекбола. Мы везде, она все время интересует размеры, размеры, мы видим циклы, потому что это очень важно, увеличен, увеличен, от этого зависит тоже по-разному процессу. Например, у нас есть точка. По-моему, нам нужно измерить ее по-вне и ширине. Это вот вещи, которые тут же вот пришел на новый аппарат, первое место смотришь, где внутрь голову не видно, а дальше чем измерять и где сохранять. Итак, для того, чтобы у нас специально дышать, мы не можем измерять точку, когда она будет шевелиться на левую и справа. Должны измерять ее, когда она статична. Для этого есть просто при аппараты бывают переверенные на руки, бывают непереведенные, но это будет написано сохранение или приз, снежинка, наверное, нарисована. Это стандартный такой, ну, стандартный логотип. Итак, мы сохраняем изображение, это сделаем статичным, но сколько-солько нам нужно. Есть измерение, калипер, межермент, измерение, если на русском по-разному называют, которые он уже курсорчиками такими отображает. Итак, мы омсетрыкбума располагаем один курсор, вот здесь. Дальше, чтобы он отсюда не убежал, нам надо подтвердить наши действия. О, кнопка с кнопкой по-свесит и энтером, да, как мы делаем на компьютере. На угрозыковых аппаратах эту кнопку выполняет кнопка стэк, вот как она называется, вот здесь, ее обычно можно делать либо справа, либо слева, на Сименсе она всегда была слева, хотя это было совсем неудобно, потому что для правшей. она же кнопка подтверждения, это кнопка, которая будет постоянно использоваться. Итак, сохранили, стрэкбумом сюда установили курсор, на СЭП нажали, таким образом курсор здесь остался, стрэкбумом провели к расположенному поясу, и вот здесь опять установили курсор, нажали еще раз на СЭП. на экране в итоге отобразится количество миллиметров или сантиметров, что она интересует. Да, тот размер. Кнопка ГИН, я про нее немножко уже говорила, тоже важный такой характер, которые я не буду шевелить, это кнопка усиления или отклонения. Мы либо усиливаем сигналы, если они слишком слабые, либо независимо на какой длине он находится, либо наоборот ослабляем, двигают все слишком ярко и глаза резко. Видите, здесь такая крупинка, иногда он бывает в виде такого, как сказать, в виде тумблера, ему приходится шевелить. Здесь написано 2D, иногда написано GAME, иногда написано B, просто B-режим. В общем, эту кнопку обязательно найдите всегда на аппарате, обычно это крупинка, она поможет ассомлодировать изображение. Например, слишком бушистый средств не очень выставочная собака, нельзя идти внутрительно, не помажут кирсам, но в ней выкручивается. это именно вот поэтому эсогенность является таким относительным показателем. вот смотрите, я выкручиваю деньги того, я выкручиваю назад, практически ничего не вижу, то есть я слабил, потом наоборот и снилило. Это печень диафрагма и желудочный пузырь. я могу сама искусственно делать изображение очень гиперхогеном от этой же печени или бедой или наоборот очень снижать, ослаблять сигнал, от этого она тоже не будет становиться больше с гепатитом, просто это искусственная такая, так называемая, постпроцессинг, просто отработка. Это надо учитывать. Очень важная шкала. Шкала тебе снижения. Что это значит? У нас есть изображение на экране. Здесь вы всегда увидите такие скалы справа, они будут отображены сантиметры, например, максимальная глубина 4 сантиметра. Прямо так и такие, там и два, три, четыре. Это будет значить, что действительно длина нашего 17-го исследования максимальная 4 сантиметра. Помним, что друг теряет свою энергию, когда проходит через скание. У нас есть близный к датчику очень интенсивный сигнал, он быстро вернется и будет очень эхагенным, а будет наоборот печень уже позвоночника. Пока сигнал шел, он уже всю энергию потерял. И вот этот дальний сигнал будет очень темным. А можно сказать, чтобы изображение было видно одинаково. Вот эти фундлеры, они настроены для того, чтобы, видите, они постепенно друг от друга, они в таком по нарастающем расположении. Сделано это для того, чтобы ослабить ближний сигнал очень интенсивно. Мы его двигаем налево. И дальше по мере глубины настраиваем равномерное изображение так, чтобы дальний, нижний сигнал и уже слабый будет вывезти внутрь, видите, у меня максимальный сигнал в сторону вытягивания изображения с помощью повышения их отъемности картинки. А более интенсивные ближние датчики наоборот откладывают, и мы получаем однородное изображение на комплексном объявлении. Если это линейный датчик, лучше располагать их последовательно, будет подробно. Вот, например, подходишь к аппарату и понимаешь, что-то никто не видел. У меня очень интенсивный ближний сигнал и вообще ничего не видно в глубине. Первое, когда стоит посмотреть, не сидел ли радиолог за аппаратом, не длина у него датчики дусти. Все наоборот выкрутилось так, что ближний сигнал очень усилился, а дальний сигнал наоборот ослабился. В итоге ничего не видно. Поэтому с этими настройками всегда стоит работать. Это то, что настройки есть фокус. Тоже на всех абсолютно аппаратах. Видите, где эта крутилка, где написано, где на самом рабочей панели написано прям фокус, но с ним ее тоже стоит обязательно написать. Позиция фокуса, вот он здесь отображен, такая точечка, отображает то место, которое вам максимально хорошо хочется увидеть, помимо вот этого TGC данных строек, и туда и располагаете свой фокус. То есть хотите увидеть органы на большей глубине, сместите фокус вверх. Хотите увидеть яичник, который находится под вообще под кожей, под датчиком, сместите фокус вверх. Настройки фокуса это та настройка, которая будет в течение всего исследования. Можете менять, что-то глубину, то наоборот наоборот, наоборот, что-то глубину, одно из-вторых животных. Очень важный момент. Первостепенный важный. Смотрите, на каждом датчике есть метка. Это вот видно в данном случае. Либо это точка, либо это прорейс по-разному на разных аппаратах и есть метка на изображение. Вот здесь видите, это как правило там либо вот этот тип аппарата, либо как-то так. В общем важно, чтобы датчик двигался синхронно с тем изображением, которое вы видите на экране, метка датчика всегда стоит туда же, где она на аппарате. Всегда слева. Что бы мы с вами не смотрели, метка датчика, если это вот у нас точка, у нас пациент всегда головой к аппарату, как он помнит, на таню задине к нам. Если мы хотим посмотреть эту точку прогольно, метка на датчике будет как вот здесь, налево, что соответствует тому, что на оборудовании. Если мы хотим датчик просмотреть эту точку спокойно, мы разворачиваем датчик, и метка будет смотреть в сторону для него пациента, то есть в сторону аппарата. Это абсолютное правило, иначе у вас будет совершенно в одну сторону, а у вас изображение на экране будет двигаться в другую. Так будет ломаться ваша глава. Поэтому не нужно так сделать. Мы перейдем к этому плотнее, когда будем изучать каждую систему органов. В чем смысл? Важно. Это пример моего протокола. Я двигаюсь в точечном эстелке от печени, которая является единичным непарным органом. Мне так удобно. Я двигаюсь постепенно, проходя один орган за другим, заканчивая органами улучшенной кишечной тракции и магистральными сосудами, потому что ЖКТ продлевает как-то единственная такая система, и дальше магистральные сосуды и тратические улучшения. Но на самом деле вы можете каждый год делать какой угодно протокол. Мой принцип такой. Протокол будет максимально сложным с самого начала. Это сделает через некоторое время завосложен. Такие органы, малые органы, как нахочники, магистральные сосуды, нахотические улучшения. Сразу надо обязательно скучать. Мы должны делать это каждый раз. И через время это еще перестань без логи. И важно следовать своими протоколами. Таким образом, не только за этим начинай, но и пускай с другой опухоль нашел, и начал его опухоль сплатить. Эти вещи могут очень зависит тупик. И можно отвлечь на опухоль вообще совершенно не то, что называют системой, всегда придерживаясь своего протокола. Орган за орган за органом, орган за органом. Таким образом, это всегда минимизм эти люди. Всегда есть шансы делать ошибку, это минимизирует шансы делать ошибку. Но мы с вами к этому придем. в принципе написание заключений. Каждый из плянга нужно переводить протокол заключения для каждого органа. В чем то? У нас есть заключение делится на две части. У нас есть описательная часть, в которой мы описываем все, что мы видим визуально. В зависимости от того, что это орган, там будут разные параметры у разного меняться, размер, положение, форма, контуры, инстагенность, артифаксы, в которой мы видим структура, окружающие здания, характеристики изменения, опухоли, ворота. В общем, это по сути это больше такой правильный физический аспект для врачей. И дальше есть заключение, подведение итогов. Оно и для владельца, и все же это медицинский документ, оно и для врача, который направил нам этот сам документ, который направил вас в суд. Заключение структура. По принципу оставим описательную часть в описательной части, иногда за редким исключением, когда мы иногда хотим акцентировать это внимание еще раз исключение, все, мы уже пишем с вами список вероятность диагноза. Помните, ультразвуковое исследование это признаки, там, чудеса, да, это отображение соответственно ультразвуковой интересной полости. Будем с вами говорить о том, как-нибудь слишком радикальными, потому что очень многое мы хорошо можем увидеть, но очень не всегда можем поставить с ультразвуковой диагнозы, почти очень мало когда можем поставить с ультразвуковой с ультразвуковой исследование, но для этого мы можем использовать дополнительные исследования в том числе для тебя и подобные. Чем больше этого делать, тем понимаешь, что список диагнозов должен быть шире. Итак, мы пишем список, вернее, сначала пишем наиболее вероятный диагноз, исходя из изменений, которые видим, потом пишем список деференциальных диагнозов, ну и рекомендации там для дополнительных исследований, например, отражение на уродсусит или признаки уродсусита, там и очагового образования там с оболочками чего-то его. Созрение на полип деференциальным диагнозом является переходно-клеточная корсонома, рекомендовано взять травматическую специализацию для деференциальной диагностики. Вот прям этот знак. Ну и литература, которой нужно пользоваться, это нужно, можно такие основные основные металлические пособия, которые есть. У нас есть два атласа для ультразвуковой диагностики доктора Доминик и Марка Данзу. Это два издания, это серенькое вот это, это последнее издание, это первое издание, которое переведено на русский язык, у меня есть в русском доступе. К сожалению, большинство литературы, конечно, все статьи, которыми можно пользоваться, которыми можно искать, журналы специализированные, ардиологи, ультразвуковые, все это, к сожалению, на языке, на английском, поэтому из русско-доступного есть вот такой переведенный аплодс, это настольная книга визуального диагностя, ультразвукового диагностя, есть у второй неонтематурн, уже два издания, вот это последнее издание, все, конечно, уже сильно обновленные, там много нового, много новых статей, из британской ассоциации книга в ультразвуковой диагностике, есть очень такая смешная методичка по рентгену в ультразвуковой диагностике, там нет ни одной фотографии, там все в картинках, но там очень классно все описано, очень так, очень-очень доступно. И книга, к ней еще вернемся, о экстренном исследовании, так называемом факт исследований, в будущем пришли полностью, ну, будем об этом говорить, когда будем говорить о экстренном исследовании. Я на сегодня закончу вам, я надеюсь, что вам было интересно, что я не совсем загрузил у вас физикой, что еще с нами. Да, если есть вопросы, конечно, задавайте, и я рада быть уже непосредственно на пункте, будем разбирать все специально, пойдем заказывать систему органов в отдельности, информация постоянно обновляется, постоянно старалась максимально отмебать на грузичку всякими новыми вещами. Конечно, злотная рука не потрогает, сидит компьютер, но будем порадствовать интерактивное начаться, а мы будем отрабатывать, будем отрабатывать. Поэтому, я буду рады видеть, у нас есть токус, у нас началось что-то через 3-ти дней, и, я надеюсь, что вам будет интересно и возможности какие-нибудь моменты смогли это черпнуть. Но физика и интервью это не такая сложная, что-то есть несколько законов, которых можно помнить вот так. Если вопросов нет, я с вами прощаюсь, еще раз повторю, что я буду видеть на курсе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Так что у нас тут не получится в конце и у нас будет комфортно. В конце или в начале? Мы вроде в конце все уже отработали, наоборот. Или у вас после загрузки какая-то была сложность? Я надеюсь, что, смотрите, мы будем работать в любом случае, вы сможете, если необходимо, подключить записи, а мы будем работать на том, чтобы было акционировано все. Будем стараться. Мы попробуем еще раз провериться. В общем, практически технические аспекты, к сожалению, это часто бывает нефицированным, аспекты. Я тогда с вами прощаю. Спасибо всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok